И еще один по-настоящему народный праздник собрал гостей из Белоруссии, России и Литвы в Березовском районе. Правда, здесь уже испытывали не кулинарными шедеврами, а настоящей косой. Нелегкая работа на болотах сегодня стала зрелищным спортом, пусть пока неофициальным. Соревнования для выносливых, впрочем, 100-метровую дистанцию уверенно проходили и женщины. На фестиваль отправился и мой коллега Сергей Козлович. Приятный шелест травы и запах свежих прокосов. То, чем каждое лето занимались люди на селе раньше, сегодня становится новым видом спорта. Причем к плечу на дистанции идет молодежь и участники постарше. Сразу и не скажешь, кому легче. Есть вот некоторые люди, которые в возрасте, но они с каждым годом, так скажем, занимаются и так далее. А я вот редко, я редко к деду приезжаю, редко кашу, но вот тогда вот получается вырваться, так сказать, в лидеры. Специально для соревнований на болоте споровского заказника отмерили делянки по 100 метров в длину. В командном первенстве на дистанцию выходят пары. Арбитры строго следят, как спорится работа. Каждая грива, так называют остатки травы, добавляет штрафное время. Оцениваем качество кошения, потому что видно сразу, как чисто косят ребята. Ну и ширина. Все лишние 10 сантиметров плюс минута штрафа. Споровские сенокосы объединили нелегкий труд и спортивный азарт. Такой ручной косой. Сегодня мало кто работает, хотя именно так заготавливали раньше траву для домашнего скота. Сегодня этот неофициальный спорт поддерживают во многих странах. И наши белорусские косцы в международных соревнованиях успешно участвуют. Василий Владимирович, скажите, вот вы привозили победу из Польши. Сложнее ли косить заграничную траву? Вы знаете, все зависит от пары года. От того, дождливая она, не дождливая. Мы когда едем туда выступать, косит там немножко легче, чем у нас. Если коса неправильно подготовлена, она будет хорошо косить. Если она неправильно подготовлена, вы знаете, это будет то же самое, что косить топором. Василий и Виктор два года назад стали чемпионами мира, взяли победу и сегодня. Теперь по правилам выступать вместе не могут, только если на тренировках. А Ивана такие нагрузки вдохновляют на поэзию, правда, Якуба Колоса. Но впечатление лучше, чем словами классика, не описать. А за косом двумя следами, от битки ног его кладутся, а косы свищут и смеются. Вот тут сказано все. Соревнования проходили в середине дня, поэтому народная мудрость коси коса, пока роса, здесь не работала. По большому счету, мы не косим гектары, это 100-метровая полоса, соревновательный эффект. То есть всем, в принципе, одни и те же условия, всем тяжело. Если легче, то легче, если тяжелее, то всем тяжелее. Не так просто, как казалось, наверное, да? Абсолютно нет. Вообще непросто на самом деле, но очень полезно, на мой взгляд. Больше 20 лет я не держал косу в руках. Кроме соревнований, организаторы подготовили массу развлечений для всей семьи. Фудкорты и активные игры. Масштаб под стать столичному. Поэтому и людей с каждым годом становится все больше. А ведь фестиваль еще и на экологию внимания обращает. Именно благодаря укосу трав на болотах живут редкие, в том числе краснокнижные птицы. На сенокосы заглянули и гости из Литвы. Не первый раз на Споровске, но первый раз на сенокосы. И действительно очень здорово. Еще чувствую себя усталым. Я, наверное, в жизни такую дистанцию еще не косил, но до финиша дошли. Так, хорошо. А еще рядом провели шестой чемпионат по болотному футболу. Для пущей зрелищности игры в подсохший торфяник пришлось залить 20 тонн воды. Тем временем над головой то и дело взмывал Дельтаплан, который катал самых смелых гостей фестиваля. Живем рядом, но приехали первый раз и вот настолько в восторге. Атмосфера непередаваемая, настроение. Очень первое, что не приезжали раньше. Сергей Козлович, Виктор Борисов, агентство теленовостей.